Приветствую всех, мои дорогие друзья! С вами Асина, и мы продолжаем читать такую визуальную новеллу, как «Песнь Саи». Как всегда, в начале серии предупреждение для тех, кто отважился посмотреть данное прохождение, послушать его. Я не рекомендую просмотр данного видео лицам младше 18 лет и лицам с неустойчивой психикой. Всем остальным добро пожаловать! Итак, вспомним, что у нас происходило. Один из наших главных героев Коджи оказался на дне колодца, потому что слишком доверял людям и, наверное, очень нелогично действовал. Однако он раскрыл одну из главных тайн данной игры, и еще немало тайн остается у нас впереди. Что же, приступим к их раскрытию. Он лежал на чем-то сухом и мягком, когда очнулся. Это была кровать. Он подумал про себя, что хотя она и пахнет мхом и пылью, это прекрасно по сравнению с ночью, проведенной в холодном грязном колодце. На потолке не было люстры, но мягкий теплый свет от лампы наполнял комнату. Комната была бедна мебелью. Коджи понял, что он находился в хижине Оугая, в спальне, которую он обыскивал до того, как попал в колодец. «Ты проснулся?» Когда Коджи повернул голову на звук голоса, он увидел Риока, сидящую на стуле у стены, спокойно просматривающую горы документов, лежащих на столе перед ней. Должно быть, она взяла их с собой из подземной лаборатории. Изучая бумаги по цветам лампы, она изредка кусала сэндвич, лежавший в ее свободной руке. «Если ты хочешь есть, то там есть еда». Не поднимая глаз от документов, она сделала жест в сторону, лежащего на тумбочке мешка с продовольствием. «Но как я попал сюда?» Коджи не мог представить, чтобы женщина, пусть даже такая, как Риока, могла подняться и сколоться с ним на спине. За одной из полок была опечатанная дверь, пробубнила Риока, словно она разговаривала сама с собой. Заботясь, чтобы ее объяснения не помешали чтению или еде, она продолжила. Ее было нелегко сломать, но в итоге она привела к котельной под хижиной. С другой стороны, он ее замазал большим слоем цемента. Он, наверное, запечатал ее, когда принес все нужное ему оборудование в секретную лабораторию, а потом использовал колодец, чтобы подниматься и спускаться. Хм, довольно умно. У него было что-то, что нужно было так усердно скрывать? Вроде того. Вот последние детали. Закончив есть свой сэндвич, Риока подняла стопку неотсортированных бумаг и вымахала ими в воздухе. Знаешь ли, не все ученые хотят выйти на симпозиум и показать свои открытия. И есть такие же шизанутые, которые получают удовольствие, узнавая о секретах, которые не знает никто, потом их хоронят вместе с этими секретами, о которых так никто никогда и не узнает. У Коджи все еще не было ни малейшей догадки о том, что за секреты могли быть у Угая, но из того, что Риока сказала в тоннеле, у него были догадки касательно того, что могло произойти с Фуминори. Фуминори... Что с ним случилось? Коджи спросил в отчаянии. Ему лишь хотелось ответа, неважно от кого. Как Фуминори связан с мертвым телом внизу, зачем вам самим это? Это то, что я и пытаюсь найти, Риока ответила холодно, словно проблемы Коджи ее не касались. Сакисако-кун говорил мне, что его попросил разыскать Угая, один из его родственников. Да, он сказал мне то же самое. М-м-м, ну хотя бы это сходится. Риока достала несколько небольших листков из разных папок. Вы простите, забалтываюсь, у меня тут две бессонные ночи были очень тяжко читать. Правда в том, что у Угая нет родственников. Я подумала, что Сакисако-кун просто врет. Однако была еще одна возможность, которую мне стоило рассмотреть. Его мог обмануть кто-то, кто назвался родственником Угая. И Риока сделала паузу, а затем взглянула на Коджи. Имя Сая. Ни о чем не говорит. Сая? Нет, кто это? Кто или что? Вот в чем вопрос. Но чем больше я читаю, тем меньше я понимаю. Хм. Она тяжело вздохнула, затем вернулась к бумагам в ее руке. Все, что я могу сказать. На этом были сосредоточены исследования Угая. Если Сакисако-кун глубоко вовлечен в то, чем является эта Сая, он уже перешел ту линию, после которой нет возврата. Ледяная уверенность в голосе Риока заставила Коджи ощутить мурашки на спине. И если это так, что вы сделаете с ним? Ему нужно было спросить, хотя он уже знал ответ. Как я и сказала, Риока ответила, ухмыляясь спокойствием в голосе Коджи. Я не знаю, как часто я жалела, что у меня год назад под рукой не было пушки. Я не повторю подобную ошибку дважды. Если я пойду в полицию, то всему придет конец. Риока не ответила, словно она не слышала того, что только что сказал Коджи. Фу-минори пытался убить меня. Коджи с упорством продолжил. Если я надавлю, его арестуют и... Риока резко прервала его. У тебя есть свидетели? Доказательства? Каков мотив был у Сакисака-куна убивать тебя? Знаешь, Тонок-кун, ты совершенно не понимаешь, в чем суть полиции. Их работа не является борьбой во имя правосудия, ни даже обеспечивать безопасность людей. Что вы говорите? Поиск разумных объяснений для неразумных событий – вот чем занимается полиция. Они всегда поверят простейшему и наиболее логичному объяснению. Так же, как вода течет вниз по горе, а не в гору. Их не интересует правда, они не знают, и их не волнует, что правда обычно страшнее, чем вымысел. Но они не все такие, я не узнаю, пока не попробую. Именно. Риока достала еще один сэндвич из сумки. В этом и проблема. Она больше не смотрела на Коджи. Даже во время разговора она продолжала концентрироваться на бумагах перед ней. Предположим, ты выдвигаешь обвинение о том, что твой друг сошел с ума и столкнул тебя в колодец. В дополнение к этому полиция рассмотрит два альтернативных варианта правды. Возможно, ты делаешь это для того, чтобы засадить своего друга. Или, еще проще, шок от того, что ты случайно упал в колодец и заставил тебя сомневаться в своем друге. Эти три возможных объяснения будут сравнивать, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит под твою ситуацию. Никто не знает, какой же из них выйдет победителем. Ты согласен поставить все, что у тебя есть, на эту твою правду? Коджи не отвечал. Мог ли он логически объяснить события, которые заставили Фуминори сделать это? Как он мог заставить других поверить, если сам этого не понимал? Ну, Коджи, Коджи, все уже достаточно просто. А как же психические заболевания, которые, в принципе, можно подтвердить? Понятное дело, что ордер на арест, даже ордер не на арест, а на обыск получить достаточно сложно. Но жалобы соседей, соседей убил он. Ну, ладно. Жалобы, да, соседей убил не он, соседей убил сам сосед. И сосед сам потом за это поплатился. Однако, какая сложная логическая цепочка. В общем, в любом случае, можно было бы добиться ареста Фуминори. Можно было бы, не знаю, чего тут так вот мять ситуацию в руках, как пластилин. И самая большая проблема, Риока произнесла спокойно, обрывая мысли Коджи. Пока ты будешь устраивать Бучу в полиции, мы потеряем наш шанс пересечься с Цокисеков и Минори. А тут она права, потому что он на самом деле может взять и убежать. Если он поймет, что у него могут начаться проблемы, он уйдет в бега, чтобы не попасться. После этого нам придется начать все заново. Она сделала паузу, чтобы откусить сэндвич, и затем продолжила. Примерно так, Угай, убежал от меня. Тишина сгустилась над нами. Над ними, скорее всего. Лишь изредка прерываемая шелестом страниц, время от времени переворачиваемых Риока. — Пожалуйста, скажите, сенсей! — слова Коджи прерывали тишину. — Почему вы так сильно хотите взять правосудие в свои руки? Чем именно занимался Угай в той комнате снизу? Риока снова холодно проигнорировала вопрос Коджи. Но в этот раз он не отступил. Он продолжил неумолимо глядеть на нее, пока она молча погружалась в документы. Спустя какое-то время Риока перераспределила бумаги и отложила их, словно придя к какому-то решению. Затем она полностью повернулась к Коджи. — Слушай, Тонах-кун... Теперь, полностью смотря на него, Риока удерживала Коджи решительным взглядом, который противоречил спокойствию ей в ее голосе. — Тебе стоит выбираться из всего этого. Съезди на горящие источники. — Куда-нибудь в нас, или никого, и не возвращайся в Токио, пока не будешь готов забыть все это. — Забыть? Повторив команду Риока, Коджи почувствовал тихий, но неудержимый гнев, захватывающий его. — Оуми была моей девушкой, а Фуминори — моим лучшим другом. Вы говорите мне забыть о них? — Да? Забудь о них? Холодный ответ Риока дал отпор гневу Коджи. — Это не совет. Это предостережение. — В каких бы отношениях ты ни был с ними, теперь им всем конец. Ты их больше никогда не увидишь, я гарантирую это. — Тогда что насчет Цукабы? — Коджи практически кричал. — Что будет с ней? По телефону она просила меня помочь ей. С ней происходило что-то ужасное. — И сколько часов прошло с тех пор? — Знаешь, сколько времени прошло с тех пор, как я спасла тебя? И сколько бы еще ты там пролежал, если бы меня не было? Она помотала головой, затем холодно произнесла. — Слишком поздно. Она уже мертва. Тебе не стоит предполагать, что все такие же удачливые, как и ты. — Вы! Коджи ревел не в силах подавить свой гнев. — Если бы вы нашли меня в том колодце мертвым, вы бы тоже не задумались бы об этом, не так ли? — Конечно, я была к этому готова. Риока пожала плечами, не обращая внимания на гнев Коджи. — Я сильно сомневалась, что найду тебя живым. Коджи снова ощутил на себе удручающую бесполезность споров с этой женщиной. Как бы он ни старался, он никогда не заставит ее почувствовать стыда или пересмотреть свои взгляды. Глупо спорить с тем, чьи моральные устои совершенно отличаются от твоих. Коджи встал с кровати на своих трясущихся ногах. — Сколько я спал? — Примерно полдня. Я завидую твоей способности так быстро оправляться от усталости. Это привилегии молдности, так что наслаждайся, пока можешь. Коджи взглянул на часы. Уже было четыре утра. Это означало, что Риока спасла его ранним вечером. Он не мог поверить, что выжил, просидев в колодце двое суток. Теперь, когда проблемы в памяти были восполнены, к нему вернулось чувство времени. Он понял, что сейчас утро воскресенья. Риока была права. После разговора с Йо прошло очень много времени. Коджи взял с собой немного воды, две пачки сухого пайка, которые принесла Риока, и направился к двери. Он все еще не мог стоять твердо на ногах, но усилием воли он почти не шатался. — Так, к слову, ты не хочешь сказать мне, куда собираешься? — В Токио, — Коджи ответил грубо. Теперь его голос стал таким же твердым, как и у Риока. — Сука бы еще может быть живая, собираюсь спастись ее! Спасти ее! — Ты, видимо, меня не слушал. — Я могу сказать то же самое о вас! Коджи ожидал снова увидеть традиционную холодную улыбку Риока. Однако она тяжело вздохнула и подперла голову руками. — Может, ты сможешь немного подождать? — Где-то здесь. Она ткнула подбородком в сторону бумаг перед ней. — Ответ на то, что за существо Оугай называл Саей. Я думаю, нам стоит подождать, чтобы понять это, после чего разработать план по ее уничтожению. — Вы так думаете, потому что уверены, что Цукаба мертва? По правде говоря, Коджи морально было очень трудно отправиться одному. Но он также понимал, что если он добьется помощи от Риока, она наверняка приведет его к худшему финалу. Ему не стоило рассчитывать на нее. — Тона-кун! Риока позвала его, когда он уже открывал дверь в коридор. — Однажды тебя уже почти убили. Не допусти этого еще раз. Она взяла что-то, лежавшее рядом с кучами документов, и кинула Коджи. Когда Коджи поймал это, он ощутил тяжесть, наполнившую его руку. — Э-это... Коджи пристально всмотрелся в угрожающий предмет из холодного металла. Это тот самый револьвер, который был зажат в руке скелета Оугая. В нем еще четыре патрона. Предохранителя нет, так что для стрельбы тебе остается лишь нажать на спусковой крючок. Где и как ты используешь его, зависит лишь от тебя. Если бы Коджи был в своем обычном состоянии, он, скорее всего, не задумываясь, вернул бы опасный подарок. Оружие может принести лишь абсолютное разрушение. Он не собирался возвращаться в Токио, чтобы участвовать в проигранной войне. Однако, даже не зная этого, Коджи уже ступил в мир Риока. Выбирая инстинкт перед разумом, он принял небольшое, но смертельное оружие и убрал его в карман. Коджи не знал, как он собирается спасти ее и заставить Фуминори ответить за свои грехи. Однако, где-то вдалеке он четко слышал шаги приближающегося разрушения. Когда Коджи вышел из хижины, холод сумеречного леса заставил его поежиться. Леденящий ветер пронесся по двору и обжег его кожу. Он не мог поверить, что воздух на улице окажется холоднее, чем грязь в колодце. Скорее всего, ночной холод слабел в местах с плохой вентиляцией. Если бы он подвергся подобному холоду всю ночь, он бы определенно умер от переохлаждения. У дороги Коджи увидел две машины. Та, что стояла рядом с Аккордом, должно быть, была машиной Риока. Когда он сел за руль, он почувствовал небольшое облегчение от ощущения того, что сделал первый шаг в его старый мир. Он сделал несколько глотков, смочил свое высохшее горло, затем закусил это пайком. Сперва его желудок взбунтовался из-за неожиданного вбрасывания еды спустя 36 часов от последней трапезы, но Коджи смог удержаться от приступов тошноты. Ему была нужна энергия, неважно как, но ему нужно было восстановить достаточно сил, чтобы преодолеть будущее испытания. Затолкав с себя достаточное количество еды, Коджи откинулся на сиденье и немного передохнул. Теперь, когда он вновь почувствовал себя собой, он потянулся к заднему сиденью и достал свой запасной телефон из сумки. Он никогда не думал, что носить с собой два телефона может быть так полезно. Коджи отказывался верить в то, что уже слишком поздно. Он собрался с силами и нажал на кнопку. Поднеся телефон к уху, он услышал гудки, которые, как ему показалось, стали гораздо длиннее и громче. Сейчас телефон Фуминори должен был отображать его имя. Коджи было интересно, как среагирует Фуминори, когда увидит его имя. Звонок прошел. Коджи мог ясно ощущать его удивление, ожидание и темную ярость, исходящие из тишины на другом конце трубки. Почувствовав небольшое облегчение, Коджи нанес первый удар. Йо, что, не ожидал звонка от трупа? Неожиданно. Как же ты смог? Когда Коджи уже собирался ответить, внезапная идея появилась у него в уме. В колодце оказался секретный проход. Произнеся это, Коджи быстро выстроил план. Он вел секретную подземную лабораторию, подземную комнату. Он сделал паузу, дав информации у лечителя. Удовлетворившись полученной инициативой, он продолжил. Знаешь, я встретился с Оугаем Масахико. Дыхание Фуминори дало понять Коджи, что он полностью ведет разговор. Удерживая голос храбрым, он решил продолжать врать. «Я знаю все, все об этой Сае. Тебе конец, Фуминори. У меня есть все доказательства, чтобы тебя упекли, ты даже не догадываешься обо всем». «Облюдок!» Голос Фуминори кремел от... кипел от ярости. Теперь стало очевидным, что блеф Коджи сработал превосходно. Однако его победа была испорченной. Из реакции Фуминори на слово Сае было все ясно. Ему захотелось плакать из-за остатков былой дружбы, прячущейся в глубине его души. Если Сакисака Кун глубоко вовлечен в то, чем является эта Сае... Холодные слова Риока всплыли из его памяти, прозвучав еще безжалостней, чем раньше. Он уже перешел ту линию, после которой нет возврата. Нельзя поддаваться бессмысленным, бесполезным эмоциям. «Фуминори, где Оуми и Цукаба?» Неожиданно Коджи сменил тему. Не давай Фуминори разобраться. В данный момент это было критично и чрезвычайно глупо, добавлю от себя. «Я даже могу пожалеть тебя, все зависит от твоих поступков». «Хм?» «Если ты поклянешься не приносить больше страданий, я забуду о том, что ты сделала со мной, и о том, что я нашел в хижине. Я не хочу иметь с тобой, Сае, больше ничего общего. Все, чего я хочу, чтобы Оуми и ее были в безопасности. Ой, глупец!» «Оуми и ее?» «Ха!» Фуминори растянул слова. Но было очевидно, что он мучился в решении. Может ли он верить Коджи или нет? И есть ли о чем договариваться? Вызов был брошен, и настала очередь Фуминори раскрывать карты. «Я правда...» «Я правда не знаю насчет Оуми. Она никогда не приходила ко мне домой. Ее же!» Фуминори сделал паузу, затем мерзко хихикнул, что заставило Коджи вздрогнуть. «Ха!» «Я не знаю, захочет ли она покидать меня. Она сейчас с тобой, ведь так?» Коджи полегчало, когда он узнал о местонахождении ее, и что она, по крайней мере, жива. В то же время, теперь было ясно, что Фуминори был связан с ее мучениями, которые Коджи слышал от нее по телефону. «Ее уже тогда попало в его ловушку. Что с ней случилось? Как к ней относятся?» «Знаешь...» «Ха!» «Наконец осуществилось ее сильнейшее желание», — произнес Фуминори с ядовитым сарказмом. «Теперь она принадлежит мне. Прямо как вы соуми хотели». Коджи почувствовал отчаяние, обволакивающее его душу. «Как низко может опуститься этот человек?» Коджи не знал. «Может, Фуминори пытался уничтожить каждую частичку их дружбы, которая когда-то была у них?» «Отпусти Цукабу!» «Когда я узнаю, что она в безопасности, я уничтожу все, что у меня есть Асаи». «Как я могу доверять тебе?» «Сперва я хочу...» «Я не даю тебе выборов, Фуминори!» Коджи понял, что дальше продвигать свою ложь слишком опасно. «Я позвоню тебе позже. До тех пор лучше сделай то, что я сказал!» Он повесил трубку, не дожидаясь ответа. Фуминори не знал, что Коджи все еще ухижены в точеке. Сейчас он будет волноваться о том, появится Коджи через час или через минуту. Коджи надеялся, что с замешательства Фуминори сыграет ему на руку. Три часа. Примерно столько времени займет возвращение в Токио. Коджи боялся, что его тело не сможет так долго концентрироваться на дороге. Его разум чист, но его конечности ослаблено, словно к ним привязали груз. Хотя он знал, что ему нужно оставаться решительным, Коджи все еще не оправился от той жизни, что он вел несколько дней назад. Тогда мысли о жизни и смерти практически не приходили ему на ум, И он не мог представить, что будет драться за чью-нибудь жизнь. С каждой секундой он ощущал, что меняется. Когда все это кончится, сможет ли он вернуться к нормальной жизни, Или это будет продолжаться, пока не поглотит его и весь его мир. Время работало против него, каждая секунда была на счету. Даже так он решил дать себе пять минут слабости. Ровно пять минут он лежал на руле и плакал. Когда его слезы высохли, а сердце успокоилось, Коджи завел свой аккорд и поехал. Какое-то время я смотрел на выключенный телефон. Во мне, конечно, был гнев, но что-то холодное и тяжелое держало мои эмоции под контролем. Чувство опасности. Честно говоря, я был удивлен тому, как спокойно я перенес это. Хосяин! Ее в страхе посмотрело вверх. В течение всего разговора она пыталась ублажать мой член. Спутав мое молчание с раздражением, она отчаянно терла его своей грудью и лизала головку. Остатки ее памяти, должно быть, сошлись вместе, когда она научилась некоторым словам. Узнав об этом прошлой ночью, Сая сразу стала заново учить ее языку, находя обучение своей любимицы новым трюкам, очень увлекательным. Не... не слитесь! Ее... будет... стараться! Все еще моляще, смотря на меня, ее сосала мой член, даже не прерываясь на дыхание. Ее действия заполняли мою голову белым туманом наслаждения, который мешал моим мыслям, и, кроме того, мое возбуждение уже пропало. Сначала я думал заставить ее прекратить. Но, глядя в ее щенячьи глаза, я решил по-другому. Благодаря стараниям Сая у меня, наконец-то, снова была семья. Впервые меня начала волновать ответственность, возложенная на меня. Я теперь глава семьи и единственный мужчина. Это мой долг – защищать, помогать и быть уверенным в счастье женщин, живущих со мной под одной крышей. Зная это, я понимал, что не могу беззаботно проявлять страх или растерянность. Продолжай ее. Та-та! Я доверил свой член Йо. Одна часть моего сознания грелась в удовольствии, другая же рассматривала непростую сложившуюся ситуацию. Очевидно, что я сделал непоправимую ошибку, когда не смог прикончить Коджи два дня назад. Теперь мне нужно отложить мой гнев и раздражение в сторону, и подумать над проблемой логически. Нужно уходить. Я не могу узнать, когда Коджи выбрался из колодца, как много он знает, а со сколькими людьми он успел связаться с тех пор. Так как теперь невозможно узнать, насколько велика стала проблема, простая смерть Коджи не обеспечит нам безопасности. Сейчас Коджи словно зараза в резервуаре. Что бы я ни пытался сделать, я не могу убрать заразу из воды. Что же сделать в подобной ситуации? Ответ очевиден. Перестать пить воду. Мне оставалось лишь найти новое место и начать там новую жизнь. Фуминори, с кем ты разговаривал? Сая вернулась с кухни, где она искала что-нибудь перекусить. Она жевала свои любимые ребрышки. Смывая из себя тяжесть и нетерпеливость, я ответила, легко пожимая плечами. Сая. Похоже, у нас некоторые проблемы. Эта скотина Коджи все еще жив. Ого. Сообщая подобные новости, без малейшей доли тревоги, я не дал Сае повода для волнения. Она перешла сразу к удивлению. Сая. Лучше всего будет покинуть этот дом. Хм. Вот как? Сая опустила глаза и задумчиво погладила подбородок. Сая прекрасно понимала серьезность ситуации. Она сразу перешла к планированию дальнейших действий, вместо того, чтобы тратить время на огорчение. Я знал, что спокойствие сработает. Кроме того, ее сосало у меня. Кому угодно было бы сложно сосредоточиться в подобной ситуации. Ну, рано или поздно это место все равно бы стало опасным. Когда люди заметили бы пропажу Сузуми и его семьи. Угу. Кивнула Сая. Я мог лишь сказать, что у нее не было желания уходить отсюда, но в ее словах не было грусти. Все будет хорошо. В таком случае я продолжу защищать свою Сайену жизнь. У меня есть силы для этого. Знание того, что мы справимся с этой проблемой, придало мне уверенности. Кстати, Сайя, я почти... Эй, эй, эй! Стой, стой! Ну, я думаю, вы заметили, что я такие довольно интимные сцены сейчас не врезала и не перематывала. Собственно, в данной серии они будут все, потому что, видите, доля рассуждений в то время, пока происходит нечто интимное в жизни сумасшедшего Фуминори присутствует. Поэтому не хочу разрывать цепочку сюжетную. Ну и как уже многие писали в комментариях и говорила я, Сайя, заметьте, она всегда глотает семя Фуминори. Она не дает ни капли пролиться. Зачем ей это нужно? Может быть, вы и так уже догадались. А может быть, узнаете это чуть позже. Сайя быстро выкинула свои ребрышки и оттолкнула от меня все еще сосущую ее. Ах! Фуминори, у тебя тверже от груди йодчим когда-то со мной? Ах, ну это... Несмотря на ее сердитый тон, Сайя нежно и страстно обхватила ртом мой член. Благодаря стараниям ее и Сайяному голодному языку, я практически моментально готов был кончить. Сайя, я... Ну, дай мне... До того, как Сайя закончила, я вогнал свой член глубоко ей в рот и отпустил свое семя, глядя в ее широкие, удивленные глаза. Даже мыча вокруг моего члена, Сайя крепко схватила меня за пояс и проглотила все семя, не подавившись. Ах, это было хорошо. Сайя, ты такая жадная. Я в шутку улыбнулся, глядя на ее, которая одиноко лежала на полу. Ты всегда оставляешь все себе. Разумеется, я не прощу тебя, если ты отдашь его любой другой женщине. После того, как она сварливо обнажила мне свои зубы, она уткнулась лицом мне в живот. Я серьезно? Хорошо? Это было невероятно мило. Смотреть, как Сайя злится и просит о подобных вещах. Я незаметно для себя играл с ее волосами. Не волнуйся, я не отдам. Теперь нам лучше собираться. Ладно. Мы можем уехать налегке, взяв машину Сузуми. Мне стоит снять все деньги с банка и пользоваться наличными. Также мне нужно оружие, что-нибудь понадежнее, чем нож для мяса. Скорее всего, Коджи последует за нами. Он все еще рассчитывает, что ее можно спасти. Однако я бросаю этот дом не потому, что просто сбегаю. Теперь Коджи знает, где мы находимся, так что оставаться в этом месте небезопасно. Я не собираюсь делать настолько глупых вещей. Мне нужно найти способ вернуть инициативу и разобраться с Коджи вместе на мой собственный выбор. При нашей следующей встрече я убью его собственными руками. Я выжму каждую каплю жизни из его тела. Дрожь пробежала по мне, когда я предпосил предстоящую битву. Моя жажда крови исходила из самого сердца. Что ж, ребятки, я думаю, на этом моменте мы с вами скажем стоп и продолжим в следующей серии, которая, на удивление, должна выйти достаточно скоро. Тьфу-тьфу, дабы не сглазить. Большое вам спасибо за просмотр. Я понимаю, что данная новелла весьма и весьма специфична. Но, однако, она очень и очень интересна. Как говорится, даже в грязном, даже в отвратительном можно найти нечто притягательное. С вами была Асина. Всем пока-пока.